Причина, по которой 80% из вас не захотят играть в ТОВ. Привет, котаны, с вами Некодж. В этом видео я вкратце расскажу про Tower of Fantasy, немножко сравниваю с Геншином, а также капелька инфы про канал. Причиной, по которой большинство из вас не захочет играть в ТОВ, там нет русского языка. Узнал я, правда, об этом только вчера, когда решил таки посмотреть об этом. Мне особого дискомфорта играть на английском языке нет, в своё время на корейском приходилось играть, но кому-то будет это неприятно или даже невозможно. Но вообще, играть в игры на английском и за счёт этого учить его, это очень хорошая практика. Сам таким занимался когда-то. Так как многие, что посмотрят это видео, играют в Геншин и сознательно или не очень сравнивают, хотят сравнивать эти игры, могу сказать, что в целом ТОВ хуже, чем Геншин Импакт. Но у него есть одно важное и большое преимущество. В целом, можно сказать так. Всё плохое, что у нас есть в Геншин Импакт, есть лифтов. Плюс это гачи. Серверов десятки для каждого региона. Если в Геншине ты крутишь баннеры персонажей и оружия, то в ТОВ ты крутишь баннеры оружия и баннеры артефактов, которых четыре. Там один плюс один, а тут один плюс четыре. У всего есть также ранги. Да. Обожают также разработчики ТОВа тактику мифуё. Когда берут один квест, вот сделали его, хороший квест такой, взяли, порезали на кучу частей и ждите следующего дня. Часть 2 будет завтра. Часть 3 будет после завтра. И в Геншине в своё время с этого дико у меня горела пятая точка. И в этой игре... Но в этой игре не так сильно с этого горит, потому что в первые дни есть множество чем ещё там позаниматься, где ещё погринь, поформить. Но вот это ограничение, что ждите вот какое-то следующее время, когда это будет доступно, оно в ТОВе даже ещё более сильно распространено. И от этого да, самые задроты прям дико горят. В целом, вообще, разработанность у игры хуже. Она ощущается, как какой-то китайский, по факту, клон чего-то. Так вот клон чего. Потому что в ТОВ есть одна важная характеристь, которой нету условно в Геншине. Потому что ТОВ это ММО-РПГ. Да, конечно, есть люди, которые Геншин импак называют ММОшкой. Но то, что эти люди не такие далёкие, это как бы их правда. А в ТОВ вы можете спокойно бегать вместе с друзьями или целыми кланами. А мировые боссы это не та хрень, которая убивается за 15 секунд в СОЛ. Уничтожение босса вам нужно либо очень постараться, в принципе, убить его в СОЛ возможно, либо собрать группу из нескольких или даже нескольких десятков игроков, чтобы победить его. Дабы в чатике можно спокойно найти себе группу для этого. Просто пишут в чатике имя босса, номер канала и народ к тебе сам повалит его фарм. Да, кому-то это часть, то есть составляющая совершенно не важна. И геншин для вас гораздо будет более приятным вариантом. Это вообще бесспортно. Но для меня лично это приятный аспект. Правда, как я уже запускал в сообществе канала опросник, большинству эта игра неинтересна, и поэтому делать по ней контент я весьма не уверен, что буду. А если контент там не делать и при этом столько времени на нее тратить, вряд ли значит и играют. Хотя, если толпа из вас залетит туда и проголосует за противоположный вариант, то все может поменяться. теперь давайте немного поговорим о канале. Думаю, не все знают или понимают, что канал не предусматривался как онли геншиновский. Те, кто со мной уже давно, знают, что тут были и стримы когда-то, и кооперативные игры, и прочее, прочее, прочее. Однако, когда я начал делать контент по геншину усиленно, то есть появилась у меня на ютубе партнерка, мне пришлось это все потереть из-за метрик ютуба самого. Другой контент я хотел выкладывать на канале, но моя видеокарточка создавала в этом проблемы. Ну, либо люди, с которыми я пытался какой-то кооперативный контент отснять, хороший и качественный. Поэтому и видосики не появлялись по другим играм на канале в течение последнего года. Планы это изменить у меня есть, но хочется услышать ваше мнение. Стримов я на этом канале проводить не думаю, хотя если вдруг вы захотите, может быть иногда они будут, но для стримов я уже завел лайв канал на ютубе, а также у меня еще остался мой твич канал и есть еще трова. Когда я стримлю, все анонсы я закидываю в дискод. Ладно. вообще интересно как вы отнесетесь к записям других игр на канале. В принципе как-то у меня этот ролик шел тяжко, как и подготовка к парочке других, которые я думал записать перед стартом Сумеру. Надеюсь я себя пересилю и их успею доделать. Что ж, еще услышимся, катаны. Пока.